Руковожу компанией Negrate, занимаемся разработкой платформы автоматизации маркетинга. Собственно, об этом сегодня и пойдет речь. Я включил презентацию, всем видно, да? Отлично. Значит, я предлагаю следующий формат. Три основных части презентации. Первое, мы рассмотрим принцип работы этих систем. Второй модуль у нас будет кейс на основе проекта внедрения, который мы сейчас внедряем в российскую компанию. Это автомобильный холдинг ION. И третья часть, я покажу, как происходит выстраивание автоматизированных цепочек внутри системы Negrate. Ну, поехали. Значит, маркетинг для покупателей, как работает система, транзакция маркетинга, чего она нужна. Решение сокращает операционные расходы отдела маркетинга, автоматизирует коммуникации, централизует усилия вашего маркетинга. Это основные, основные, основная польза для вашего бизнеса. Эти вещи, конечно же, можно раскрывать, и мы их будем раскрывать в последующих слайдах. Я не хотел бы останавливаться на абстрактных вещах. Мы больше поговорим на практике, когда у нас будет дальше, где у нас будут слайды с кейсами. Значит, из чего состоит основные пять модулей, из которых состоят такие системы, как Negrate. То есть, они делятся. Есть разные. Есть системы, заточенные под B2C маркетинг, есть системы, заточенные под B2B маркетинг. А мы сегодня поговорим побольше про B2B, то есть, про систему автоматизации маркетинга, заточенные под B2B маркетинг. Итак, пять основных модулей – это то основное, без чего не может быть системы автоматизации маркетинга. Это единая точка сбора данных и всех онлайн заявок. Здесь имеется в виду, что вы подключаете к платформе или к системе автоматизации все свои активности. Это могут быть формы, лейнинги, сайты, социальные сети, страницы в социальных сетях, виджеты и CRM. То есть, здесь может быть CRM-система, здесь может быть проприетарная ERP-система, в зависимости, чем пользуется бизнес. Дальше второй модуль – у нас единый профиль потребителей и история взаимодействия. Здесь модуль отвечает за централизованный сбор личных и поведенческих данных. Поведенческие данные имеются в виду все, что потребители совершают, то есть, все события, которые совершаются на сайте, тем или иным потенциальным покупателям, то есть, в виду, либо вашим существующим. Позже я объясню, в чем разница и как она работает с потенциальными, с анонимными и существующими. Многоканальность и централизация работы маркетинга в единой маркетинговой системе. Здесь идет речь о том, что системы автоматизации маркетинга, они были созданы как раз для тех условий. В компаниях обычно усилия маркетинга очень рассеянные, то есть, есть куча сервисов, по ним приходится проходить обязательный онбординг, или если это попроще сервисы, то можно читать документации, видеоуроки смотреть, обучать своих сотрудников. То есть, это все накладно. Использовать 5 сервисов, к примеру, нежели взять систему автоматизации маркетинга, которая будет включать подавляющее количество тех функций, которые вам нужны. Автоматизация процессов коммуникации с потребителями. Здесь речь идет непосредственно про каналы коммуникации. Здесь может быть e-mail, sms, pop-up, web, mobile push и другие. Мы сегодня будем рассматривать автоматизированные каналы e-mail и программированные sms, поэтому презентация пойдет в контексте этих двух каналов. Сквозная аналитика маркетинговых усилий – это, разумеется, неотъемлемая часть любой системы. Без аналитики маркетинга не бывает. Кому подходит? Здесь, опять же говорю, что система автоматизации бывает в очень разных комплектациях. То есть, есть заточенные под B2C, под B2B. Есть функционал, к примеру, только заточенные под e-commerce проекты. Там парадигма немножко отличается тем, что работа… То есть, там есть модули, которые отвечают за работу с корзинами, то есть, перекватывают действия во время совершения покупки e-commerce. То есть, систем автоматизации очень много, но основные пункты, если говорить в общих чертах, кому это подходит и вообще стоит ли рассматривать внедрение таких систем. То есть, перед тем, как вы собираетесь такое внедрять, нужно посмотреть на следующие пункты. Компания с длительным циклом сделки. Ну, понятно, что если вы продаете товар, который стоит, стоимость которого очень низкая, у вас, следовательно, и покупательский путь не настолько насыщен, и этапы, то есть, вашей воронки не ярко выражены. То есть, у вас их там 2-3. То есть, вам, собственно, здесь автоматизировать нечего. То есть, у вас есть менеджер, который берет трубку, звонит, подтверждает и на этом заканчивается. То есть, здесь идет речь про длительный цикл сделки. Я позже покажу слайд с примерным покупательским, где будет отображен покупательский путь и этапы. И мы это рассматриваем подробнее. Дорогостоящие товары и услуги, я не только что об этом сказал. Решение о покупке принимается не спонтанно. Разумеется, если стоимость продукта высокая, человек думает, то есть, принимает решение, его необходимо взращивать, то есть, его интересы необходимо взращивать. Нужно с ним коммуницировать, взаимодействовать. Это нужно делать, исходя из его поведенческих, опять же, данных. То есть, здесь идет речь о релевантности вашего взаимодействия с ним. Наличие маркетинговой стратегии. Ну, разумеется, маркетинговая стратегия может быть, чтобы вообще обсуждать внедрение системы в тенденцию маркетинга. Во многих компаниях обычно это делают, как на Западе это называется, on-demand. То есть, берется группа внедрящиков, созваниваются с LPR-ами компаний, в которые планируется внедрение системы. Ну, дальше им показывают покупательский путь с этапами, показывают, что сейчас, какие есть цели в маркетинге и как он работает. И дальше команда, то есть, та, которая внедряет, ну, например, компания внедряет, она рассматривает, согласовывает стратегию, предлагая сценарий автоматизации для этой компании. И только после этого, после того, как согласовали данные сценарии, можно приступать к внедрению и к запуску. Но также в данной лекции позже рассмотрим слайд, где будет пример маркетинговой стратегии и сценариев. Наличие контента для взаимодействия на разных этапах. Разумеется, в маркетинге, поскольку всем известно, главное – это контент. Если контента нет, взаимодействовать, собственно, будет нечем. К примеру, если вы взращиваете интерес к какому-то покупателю на определенном этапе покупки, вам нужно слать ему, к примеру, автоматизированные цепочки, которые будут снимать подавляющее количество вопросов клиента и, следовательно, снимет нагрузку с менеджера. Ему не нужно будет перезванивать по 5-10 раз, а это делается своевременно. На основе, также это можно делать на основе действий покупателя. К примеру, если он находится на сайте, в данный момент ему отправляется что-то или заполняет определенную форму, или находится там на странице, на лендинге, который описывает вашу услугу. Рутинные задачи менеджеров по маркетингу, которые можно автоматизировать. Ну, это здесь в основном касается работы менеджеров, когда именно проблема нерелевантных дозвонов. То есть здесь получается, что всем надоедает, когда звонят, бывает еще звонят, еще и переспрашивают по 10 раз. То есть вот эта проблема, то есть автоматизация маркетинга, она предназначена для того, чтобы автоматизировать те места, воронки, те процессы в компании, которые у вас рутинные. То есть там, где в принципе человеческий фактор не нужен. Децентрализованные усилия маркетинга в разных сервисах. Я это сказал вначале, это когда речь идет о том, что вы в компании используете большое количество сервисов. Это огромные затраты. И это влечет за собой обучение сотрудников. Это тянется. Внедрение разных сервисов происходит по-разному. Сроки разные внедрения. Поэтому многие рассматривают систему автоматизации маркетинга именно исходя вот из этого, из этой проблемы. Дальше я предлагаю посмотреть на следующую схему. Здесь принцип работы системы автоматизации маркетинга. Как это все работает. Есть компания X, есть не great. То есть это примерка системы автоматизации. Компания, среда привлечения взаимодействия с клиентами, как это у всех, есть офлайн и онлайн. То есть если мы говорим про офлайн, это филиалы, колл-центр, наружная реклама и другие каналы взаимодействия. Онлайн это веб-сайты, лейнинги, онлайн-чат, то есть различные виджеты, веб-формы. И соответственно все, то есть если компания работает и в офлайне, и онлайне, у нее обязательно есть либо ERP, либо CRM-система, либо биллинг-система, которая содержит финансовые данные, куда все эти данные складируются. То есть из офлайна, и из онлайна. Ну, в большинстве случаев, вот, например, у нас большинство пользователей и клиентов пользуются CRM-системами. Но есть и крупные клиенты из нефтегазовой индустрии. У них, к примеру, стоит там Oracle, Oracle-система Oracle CCMB. И тут приходится делать, то есть приходится нам, как исполнителю, делать делать проприетарные интеграции, такие под них, где мы можем связывать не только CRM, но и биллинг-систему, и CRM одновременно. То есть там, где находятся у них данные, то мы и подключаем к системе. Здесь, на данном слайде, сейчас я указку включу, на слайде обозначен значок вот этого негрейда именно на онлайн. Почему именно там? Потому что негрейд заточен под работу только с онлайн-активностью. Мы с оффлайн-активностями можем работать только в том случае, если данные из оффлайн-среды хранятся в какой-то CRM или ERP-системе. Если же они не хранятся, или к ним доступа нам клиент не дает, мы, следовательно, интеграцию не производим. Поэтому первоначально негрейд работает с онлайн-активностями, то есть платформа подключается с помощью треккинг-кода на ваши сайты, если у вас один или несколько сайтов вашего бренда. Лендинги подключаются, здесь также может быть множество лендингов. Виджеты – это онлайн-чат, коллбэк, ну там куча этих виджетов. У нас есть готовые модули под подключения виджетов и CRM-систем, но мы фокусируемся сейчас на персональных интеграциях, потому что очень много людей, которые, например, прошу прощения, не людей, а клиентов, которые используют именно те же банки. Они используют, к примеру, свои закрытые системы, с которыми приходится интегрироваться, ну там, через API, вебхуками. И, то есть, здесь готовых модулей нет. Мы индивидуально подходим к работе с каждым клиентом и зачастую это вот так, если взять наш целевой рынок в России и тех клиентов, с которыми мы работаем, здесь подавляющее количество потенциальных клиентов или существующих. у нас работают без привязки к CRM-системе. То есть, система может работать как с привязкой к CRM-системе, так и без. Это получается, что она работает только с сайтами, с виджетами и с формами. CRM-система здесь, для чего нужна... Сейчас. Так, включение. Значит, что происходит? Все эти данные, которые собираются с ваших сайтов, фили-лейдингов и виджетов и форм, то, что вы подключили к платформе, все данные собираются в платформе, в которой содержит основной, как бы это правильно выразится, основной механизм автоматизации системы, работает с этими данными. Вы подключаете все это к платформе, данные подружаются сюда, и на основе этих данных вы коммуницируете дальше с анонимными, потенциальными и существующими покупателями через, то есть, с помощью каналов автоматизирования, которые есть. Ну, в данном случае, там, SMS, email мы с вами будем говорить про эти два канала. Значит, после того, как подключаются все активности к платформе, мы получаем следующие парадигмы. Это и есть фундаментальный механизм автоматизации, то есть, система автоматизации. Это, как сказать, это и есть ядро системы, то есть, на базе вот этого все работает. Все активности, о которых мы только что говорили, они кластеризируются по следующим категориям, то есть, активности из канала email, активности с веб-сайта, с чата, списки. Ну, а списки – это имеется в виду, что вы загружаете вручную список ваших существующих покупателей. Далее, когда они совершают повторно какие-то действия на сайтах, лейнингах или в виджетах, или заполняют какие-то формы у вас, вы, соответственно, допрофилируете и обогащаете их профиль. Вообще, парадигма, если говорить, если коротко, то парадигма, она состоит из трех основных элементов – это триггеры, сегменты действия. Значит, триггеры, я думаю, здесь многие знают, что это такое. Я прошу прощения, Егор, вы задавали вопрос, у меня чат был закрыт. Я предлагаю все вопросы обсудить в конце презентации, так будет понятнее. Ну и к тому же некоторые ответы могут быть озвучены во время моей презентации, поэтому лучше всего в конце. Спасибо. Итак, я остановился на парадигме. Да, то есть, парадигма состоит из трех вещей. Это триггеры, сегменты действия. Триггеры – это значит, что это? Это событие, то есть, это условие при запуске автоматизированной кампании или цепочки, как это многие называют. То есть, это условие, при котором, если совершаются данные действия, к примеру, заполнив форму, начинает работать цепочка. Сегмент – это понятие динамическая сегментация. Здесь идет речь о том, что вы… Почему именно динамическая? Потому что данные в эти сегменты заносятся динамически, даже если цепочка работает или приостановлена, то есть, как только вы создали сегмент с необходимыми фильтрами, то есть, там, может быть, сегментировать по геопозиции, то есть, там, по геоданным, по регионам, по активностям, также можно их сегментировать, и все эти сегменты работают динамически. Также они служат дополнительным условием, к запуску цепочек. Третье – это действие. Действие – это, понятное дело, то есть, если у вас сработал либо триггер, либо сегмент, у вас начинает совершаться действие. Действие – это функции самой системы. Здесь есть отправить письмо или смс, подождать, добавить список, к примеру, если вам нужно отдельно складировать каких-то лидов или существующих покупателей по определенным критериям, то есть, можно их в списке. Отправить оповещение. Данное действие предназначено для оповещения ваших менеджеров, причем оповещение релевантное, то есть, если совершаться какие-то действия в реальном времени, цепочка сразу же определяет и отправляет оповещение нужному менеджеру. Менеджеров можно настраивать из отдела продажи, из поддержки, из маркетинга, отвечающих за регион, определенный регион в стране и так далее. Здесь вариаций очень много. Можно создавать, вот здесь не зря слева написано у меня создание сценариев в том, не зря компаний полностью зависит от целей вашего маркетинга и креативности маркетолога. То есть, благодаря всем этим данным, по сути, это категория данных, благодаря всем этим данным вы можете выстраивать очень как простые, так и очень сложные цепочки. Дальше. У нас есть измените рейтинг. Это называется еще скоринг. Вот. Это когда вы оцениваете действия того или иного покупателя по совершенным... Да, когда вы оцениваете действия того или иного покупателя. Здесь можно оценивать действия даже анонимных посетителей потенциальных существующих. Я еще пару слов скажу про анонимных, как это все трекается, чтобы было понятнее. Изменить ответственного это действие, которое появляется в системе после подключения CRM-системы. То есть, опять же, чем больше вы подключили активности к системе, тем больше у вас категорий действий, тем больше вы данных собираете. Если у вас нет CRM-системы, значит, какие-то вещи вам будут недоступны. Идем дальше. Дальше у нас будет кейс, это вторая часть презентации, где я буду показывать проект внедрения, но прежде я бы хотел еще кое-что уточнить по поводу подключения всего этого дела. трекинг действий происходит следующим образом. Вы подключаете трекинг на то, о чем мы говорили, виджеты формы. Ну, форма понятна, если вы к сайту подключили, эта форма автоматически уже трекается. А к лендингам, к сайтам виджета, следовательно, система начинает вот, например, то есть, опять же, разные системы. Я буду говорить про негрейт, у нас трекинг работает следующим образом. Мы отслеживаем действия анонимных посетителей, но мы их не показываем, потому что это до конверсионного события, то есть, пока он не заказал что-то или где-то не остался веган, это не несет по сути пользы. То есть, если это где-то, если это речь идет о e-commerce каком-то, там, да, там это нужно, и там там это работает. На западе это называют проспектами, там почему еще много очень системе, но работать с анонимными. Там есть такой момент, что IP-адреса, ну, то есть, вы можете трекать по IP-адресу, то есть, вы видите только IP-адрес, ну, и по сессиям вы складируете действия этих анонимных. Суть в том, что на западе IP-адреса они привязаны к компаниям, то есть, там крупные компании имеют свои IP-адреса, и вы, по сути, когда к вам заходит такой анонимный пользователь, система определяет, что по такому-то IP-адресу это данная компания. в России и в постсоветском пространстве здесь немножко по-другому это работает, поэтому, вот, к примеру, есть другие сервисы, да, в России тоже по автоматизации маркетинга, вот, для чего они показывают анонимных. У них там есть такой канал взаимодействия, как поп-ап, но это старая очень история поп-апы, вот, и здесь, в принципе, вот, можно работать, то есть, они работают в промежутке между тем, анонимный зашел и совершилось конверсионное действие, то есть, они ему показывают поп-апу, да, причем эта история старая, нам всем она не нравится, когда вылазит по 5-10 окон, то есть, этим каналом, автоматизированным каналом коммуникации, они пытаются этих анонимных сконвертировать, то есть, дожать до конверсионного момента, то есть, мы этот аспект, не гряди, пропускаем, потому что у нас нет таких целевых клиентов, мы не фокусим такие компании, как и коммерс, и мы, но анонимные данные, мы их не показываем, но мы их складируем, мы их храним, для чего? для того, чтобы, когда покупатель сконвертировался, ну, то есть, анонимный сконвертировался в леда, система подтянет всю историю, вот, всю анонимную историю активности его на сайте, или где бы он ни был, у вас на лейнингах, на то, на любых площадках, которые были подключены к системе, вот, вся, вся активность, она подтягивается в его профиле, и вы видите, то есть, вам этот дополнительный, вашим менеджерам это дает дополнительный инсайт, по тому, как нужно взаимодействовать, или что он раньше делал, то есть, где он ходил, сколько он раз смотрел какую-то информацию, что он пытался там заказывать, в какое время суток он заходил и так далее, опять же, это важно для того, чтобы выстраивать дальнейшие вот эти цепочки, то есть, к примеру, вы сегментируете, да, все, кто посещают ночью, например, у них одна будет цепочка, все, кто посещает днем, это отдельная цепочка и так далее, вот таких вот сегментов может быть очень много. Двигаемся дальше, у меня будут еще слайды по процессу, мы сможем об этом поговорить подробнее. Так, дальше у нас есть вот такая компания Avilon, дорожная карта проекта внедрения, называется, у нас такая документ, мы сейчас говорим про внедрение таких систем, то есть, как происходит внедрение, вот вы пришли в компаниях на завтра маркетинге, да, первое, что они должны, ну, понятно, вы заявили о том, что вы хотите внедрять, такое вам интересно, первое, что вам готовят, то есть, если это, система, если это система, здесь, здесь есть такое различие, на западе, там получается, что многие системы, они интуитивно так сделаны, что там никакого деплоя, то есть, там вот этого онбординга обязательно, там нет, то есть, там заходишь, там есть видеоуроки, и тобой, по сути, никто не занимается, там максимум менеджер в техническом суппорте ответит, какие-то технические аспекты, и все. Вот, если мы говорим про Россию, российский рынок, здесь нужно работать индивидуально, с клиентом, если идет речь о такой, о таком продукте, как автоматизация маркетинга, здесь, ну, в силу того, что и рынок сыроват, и, ну, и уровень подкованности, то есть, здесь специалистов достаточно мало, и здесь приходится писать вот такие дорожные карты проекта внедрения, в которые включены вот из чего он состоит, вот такие вот этапы. Анализ текущих IT-решений, согласование технических требований, формирование стратегии, то есть, сотрудничество начинается с того, что вы должны посмотреть на вашу стратегию, должны текущую посмотреть люди из компании автоматизации, маркетинга, дальше вы согласовываете с ними сценарии, причем мы в Negrady пишем сценарии сами и предлагаем компании, дальше, к примеру, клиент выбирает какие-то сценарии, говорит, мы начнем с таких, и дальше будем углубляться более подробно, то есть, как бы, или, к примеру, он не может сразу подключить или дать доступ к CRM-системе, поэтому мы начинаем с активностей, которые, подключать активности, которые у него есть, ну, это сайты, лендинг, виджеты, и работаем с ними, соответственно, цепочки будут заточены под эти площадки. Согласование коммерческого предложения, ну, это понятно, передача реквизитов, договор, здесь, почему у меня у меня здесь написано этапа пилотирования, потому что данный клиент, о котором мы говорим, это Вилон, это достаточно большой холдинг, там очень много брендов, и прежде чем мы будем внедряться, то есть, мы договорились о том, что мы будем пилотироваться, они будут смотреть, тестировать цепочки, то есть, мы поставим какие-то вещи, какие-то цепочки, они будут работать, посмотрим, то есть, это все поступательно внедряется, это все невозможно поставить, или там согласовать сценарий за неделю, это невозможно, то есть, там примерно происходит по срокам так, что неделя вам пишут про внедрение, но мы пишем за неделю, примерно, дальше согласование, то есть, мы получаем ответ в течение 5 недель с той стороны от тех маркетологов, о том, что интересно это, это, и там дальше уже начинается процесс подключения, если вы согласовались с условиями, то есть, от месяца до двух происходит первичная настройка и внедрение, и дальше уже там непосредственно работа с выстраиванием цепочек, и можно и углубляться в технические какие-то нюансы, например, они там решили еще подключить что-то, еще какую-то систему, еще какие-то данные, залить в систему и так далее, то есть, это во многом зависит от процесса самой компании. Так, про этапы мы поговорили, значит, анализ текущих эти решения, вот примерно как это происходит, значит, у холдинга есть два бренда, это Hyundai и Chevrolet, значит, мы подключаем там согласовываем подключение этих двух сайтов, у них есть следующие биджеты, это же сайт Loftex Callkeeper, у них очень много веб-форм везде, то есть, там, для подачи онлайн заявок, для, если это автомобильный бизнес, там, заказов, то, и, ну, дальше у меня будут сценарии, я покажу, сейчас уже у меня это все не помню, лендинги подключаем и 1SRM, то есть, вот, пожалуйста, пример, когда, когда подключается пользовательская доработка под эту компанию, то есть, у них есть 1SRM, есть свой модуль, который был написан на базе 1S, ну, и, соответственно, там по открытому API, там, ну, там невозможно будет подключиться, там нужно 1SBtrix, нет, там есть 1SRM, прям вот так и пишется, от RARUS, если я не ошибаюсь, компания называется RARUS, она разрабатывает 1S, именно CRM, вот, и, плюс, они сказали, что у них пользовательский такой модуль свой, который писали свои программисты, ну, там, в общем, такая история, что это, то есть, здесь наши программисты работают с ними, и это не модуль интеграции готов, здесь нужно подключаться по API. Техническое требование к внедрению, то есть, как и что подключается, внесение одинного трекинг-кода на выбранные сайты, подключение всех существующих веб-форм с выбранных сайтов, причем есть интересный момент именно по подключению веб-форм. У многих до сих пор, значит, как подключается форма к системе автоматизации. В системе создаются, клонируются формы, то есть, создаются по образу существующих у клиента и просто заменяются в коде. Это очень долго, это влечет за собой кучу проблем с кодом, неудобств, дергание IT-отдела и так далее. То есть, сейчас, уже спустя много лет, и в том числе в Негрейде у нас мы перехватываем эти данные из форм, получается, не изменяя их код. То есть, как только трекинг-код вставляется на сайт, мы уже дальше эти формы можем, действия по этим формам можем отслеживать. А есть специальный механизм, который получается, клонирует эти формы у вас в их системе, то есть, появляется, но при этом вы не изменяете код вашего клиента. Это очень удобно и быстро. Автоматическое подключение виджетов. Здесь зачастую у нас готовые модули есть с многими, но опять же, если, так как мы работаем индивидуально с клиентами, если есть какой-то виджет, с которым у нас нет готовой интеграции, мы это можем взять в разработку, то есть, у нас есть дорожная карта, мы ее пишем, кстати, она будет в этом же документе, я ее ниже покажу, где мы проговариваем, какие будут функции или еще каналы взаимодействия, или еще что-то добавлено в систему под данного клиента. Дальше подключаются DNS-записи к данным, это делается для того, чтобы все рассылки уходили от вашего имени, цифровая подпись была ваша, создание учетных записей, это понятно, и подключение DNS, в данном случае, в данном кейсе, это DNS у них, ну и плюс там договоренность идет о том, что интеграция будет на уровне именно по DNS, будет на уровне сущностей вот только этих контактов имя и мейл и телефон, потому что можно синхронизовывать, можно много данных и много различных полей из нашей CRM-системы. В данном случае здесь только с основными данными, то есть мы подтягиваем систему только основные имя и мейл и телефон, то есть это те данные, без которых в принципе вы не можете начать взаимодействие ни с кем, то есть у вас должно быть одно из двух, либо у вас имейл, либо у вас телефон. Если вы собираете, если у вас на сайтах на лейниге собирается либо одно, либо другое, то эти данные автоматически попадают в систему. Если у вас такого нет, то вы можете загружать вручную или синхронизовать с CRM-системы. В любом случае то есть это основное имя понятно это больше используется для персонализации чтобы обращение было более персональное здравствуйте Иван вот такое предложение и так далее но настоящая автоматизация это именно максимальная персонализация происходит когда у вас есть много данных о покупателе к примеру когда он последний раз купил товар регион откуда он заходит ну понятно его личные данные там имейл телефон то есть поведенческие данные чем больше у вас их есть тем больше у вас возможности для взаимодействия и автоматизации вот именно взаимодействия так дальше вот мы подошли к такому слайду здесь идет речь именно то о чем я говорил раньше про покупательский путь то есть это пример такого довольно полного покупательского пути я специально здесь включил именно много этапов чтобы показать что система автоматизации может работать на разных этапах то есть здесь и привлечение до покупки покупка после покупки повторные ну здесь апсел крысел возврат покупателей удержание клиентов ну вот здесь скобочках написано программа реальность реанимация чтобы было более понятно значит система автоматизации они могут работать как на привлечение то есть для вас задача привлекать лиды опять же это все зависит от стратегии которой вы договоритесь с той или иной компанией которая будет автоматизировать наш маркетинг какая задача вы захотите заниматься лидогенерацией вам нужны лиды или вы хотите дожимать тех клиентов которые находятся на этапе до покупки или к примеру которые купили но вы хотите им делать до продажи или же у вас большой отток и вы хотите реанимировать и работать на лояльность ваших покупателей то есть здесь все зависит от целей вашего маркетинга как только вы их согласовали дальше можно говорить о сценариях следующий слайд вот у нас и есть сценарии конкретные примеры то есть вот еще раз вот они этапы которые у нас есть покупательский путь этапы и вот под каждый этап у нас есть сценарий вы это все получите в конце лекции поэтому вы сможете подробно это все посмотреть прочитать я буду останавливаться только на некоторых цепочках здесь идет речь тут отображены сценарии дальше пойдут цепочки по каждому сценарию я не буду останавливаться на всех потому что это очень много различных цепочек вот и у нас насколько я вижу у нас еще полчаса где-то хорошо должны успеть итак значит мы дошли до сценария автоматизации значит есть этап привлечения к примеру это цепочки с отправкой коммерческих предложений да выход новой модели авто то есть мы сейчас говорим про конкретный кейс автохолдинг выход новой модели авто тест драйв корпоративные акции акции кредитования скидка на обслуживание или покупку авто выгодные условия трейдин вот эти офферы эти коммерческие предложения отправляются автоматически могут отправляться тем кто заполняет формы на сайтах или лендингах под ту или иную услугу либо вы можете рассылать делать цепочки которые будете рассылать там ежеквартально или когда вам нужно когда у вас запланировано существующим существующим клиентам или хотя нет давайте разделять эти вещи если мы говорим про привлечения значит здесь в основном будет идти речь о новых то есть о лидах которые приходят с сайтов с виджетов и с лендингов значит если говорить про сайты которые мы рассматриваем в контексте данного кейса там есть куча форм и виджетов например обратный звонок вы уже получаете телефон покупателя по примеру оставьте свой телефон мы вам пришлем коммерческое предложение или акцию на кредитование или у вас есть форма тест-драйв заказать опять же заказывают вы получаете данный валидай и все данные о нем причем личный который он занес и поведенческий и так далее здесь могут быть много услуг цепочки настраиваются это пример базовых таких цепочек когда у вас задача просто эти данные складировать в профилях ваших потенциальных покупателях и дальше уже с ними будете что-то делать передавать в отдел продаж или на другой этап покупательского пути дальше этап до покупки ну здесь опять же так сейчас что-нибудь остановимся на я думаю будет я думаю будет полезнее и проще если мы если я буду эти цепочки показывать вот значит привлечение вот реакция на целевое действие то о чем я говорил обычная цепочка которая реагирует на заполнение формы вот тест драйв является давайте я указку включу чтобы было удобно вот триггер заполнил форму форма является тест драйв значит дальше в данном примере здесь динамически сегментируются те кто заполняет данную форму из города Москвы да из Москвы и по те кто попадает под эти два условия триггер и сегмент для них будут совершаться следующие действия отправляется письмо ваш запрос на тест драйв зарегистрирован и отправляется оповещение менеджера который отвечает за регион Москва по обработке данных заказов да то есть это удобно не нужно там обычно получается там как перезвание в этой школе центра я вас переведу еще куда-то и так далее здесь это все оповещается автоматически эта цепочка то есть менеджер менеджер открывает то есть там письмо например если это ему оповещение на email идет открывает письмо и просто ему там система показывает что имя такое-то из такого-то региона и даже можно заранее запрограммировать например в данном оповещении для менеджера что он должен сделать по отношению к этому к этой заявке да например там передай то есть могут быть разные сценарии чтобы упростить работу вашего менеджера вы можете заранее в оповещениях вот это программировать то есть там передай юридический отдел или там перезвони через два часа опять же здесь сценариев огромное количество нужно смотреть как работает процесс внутренний или у вас если например есть наплыв заявок вы не успеваете их обрабатывать значит здесь нужно вот здесь полезные такие вещи что например интервал оставите и оповещаете ваш менеджер что нужно не сразу а спустя какое-то время начать взаимодействовать вот наверху здесь другая цепочка здесь для существующих покупателей те кто уже ваши клиенты к примеру да вот здесь всем владельцам хендер и такси то есть есть сегмент который содержит всех клиентов владельцев данного автомобиля опять же эта информация подгружается либо из CRM-системы либо из ERP какой-то системы вашего клиента вы добавляете к ней условия те кто покупали в салонах в городе Москва и опять же программируете какие-то действия по ним да к примеру там у нас вышел сейчас вышла новая модель хендай вот вы придите сделайте трейдинг и мы вам дадим новый автомобиль там новый крутой удобный и так далее вам выгодно приходить вот такой пример цепочки дальше здесь у нас этап до покупки здесь получается идет речь о взращивании интереса вот когда идет речь о том что вы должны отправлять какую-то ценную информацию вашему потенциальному покупателю к примеру он заинтересовался запрос конфигурации условий приобретения автомобиля то есть его интересует конкретный автомобиль вы можете выслать автоматически сделать такую цепочку которая будет высылать к примеру конфигурации модели то есть это заложенные какие-то темплейты у вас в компании у вас есть процесс в компании где вы расписываете все это у вас там есть например конфигурации под какие-то автомобили они у вас все разные вот вы делаете цепочки под каждые вот эти шаблоны вашей конфигурации и дальше программируете их и говорите что если человек заказал например информацию может быть он даже не заказывал информацию но его вы знаете что нужно работать с его интересом вы должны его как-то дожимать не звонить в холодную и спрашивать слушай ты оставлял заявку но можешь а что вас интересует и так далее это разговор на 2 часа здесь вы отправляете к примеру можете отправлять 2-3 письма ну к примеру вы отправляете конфигурацию отправляете расчет страховки для данной модели и и какое-то спецпредложение например если ты купишь в течение квартала у нас сейчас действует акция вот после этих автоматических действий может например начаться как бы может дальше может работать человеческий фактор то есть дальше уже менеджер он знает что механизм автоматизации сделал свое дело пришло оповещение вот к примеру здесь у нас 1-2-3 к примеру на последнем этапе может быть оповещение менеджеру о том что смотри он все получил он даже можно усложнить и сделать так что если он все получил и прочитал ну то есть посмотрел прочитал понятно что не сможете увидеть но посмотрел теперь звони ему в такое-то время потому что это самое релевантное время когда он находится там интересуется на сайте то есть можно опять же усложнять в такое-то время позвони или или можно настроить цепочку так что менеджер придет оповещение менеджеру именно тогда когда покупатель будет на сайте здесь и сейчас то есть да вы знаете что он сейчас на сайте вы берете трубку и звоните причем вы заранее уже знаете что он смотрел конфигурацию он смотрел предложение по страховке спецпредложения и у вас получается совсем другой диалог то есть это еще называют как у нас лоу-эффект это когда вы удивляете покупателю вы звоните но вы о нем уже все знаете откуда он все данные где он ходит что он делал и так далее то есть это очень круто и вашему отделу продаж это это огромный плюс то есть когда к нему доходят не холодные лиды а лиды с неким готовым интересом к покупке дальше этап покупка здесь здесь такие сложные сложные процессы и здесь мы поговорим про про скоринг потому что можно можно как я раньше говорил одной из функциональностей систем автоматизации это скоро когда вы присваиваете баллы за активность исходя из этих баллов вы можете их группировать по степени вовлеченности да или горячести как еще называют значит вы их группируете то есть создаете такие цепочки которые согласно определенным баллам кластеризирует или как это еще назвать проще группирует ваших потенциальных покупателей по уровню вовлеченности дальше то есть вы смотрите какой самый то есть опять же цепочка тут происходит тут можно создавать цепочки которые вызывают цепочки и еще есть такое понятие как автоворонки скорее всего вам многим это известно автоворонка это не что иное как такая некая программа которая включает в себя несколько цепочек и например есть программа есть автоворонка с этапами да каждый этап этой автоворонки выполняется определенной цепочкой то есть у вас есть три цепочки которые каждая из них выполняет по одному этапу все это внутри одной автоворонки вот именно так они и работают то есть вы создаете автоворонку ставите вот эти этапы и создаете цепочки цепочки их сортируют к примеру если мы говорим сейчас про скорень да они сортируют этих покупателей по этим этапам в итоге у вас получается понятная картина кого и как нужно дожимать или там то есть отправлять на дожим там в колл-центр или там вот этим вот эти очень горячие этим нужно этих нужно отправлять в отдел продаж к вашему специалистам которые очень хорошо разбираются в тех или иных моделях опять же вы не отправляете их просто вот звони вы отправляете их вместе со всей информацией это очень это очень удобно и очень полезно вашему отделу продаж вашим менеджерам причем и не обязательно всем иметь доступ в днигрейд в систему автоматизации эти данные можно синхронизировать из негрейд например в CRM все и тогда отдел продаж просто будет получать эти данные туда и он открывает из CRM вот этот профиль покупателя и видит все что ему нужно это причем это большая проблема на постсоветском пространстве у нас здесь принято эти вещи не различать ну там CRM и автоматизация маркетинга или зачем мне автоматизация маркетинга если у меня есть CRM но априори эти вещи это разные вещи CRM это продажи автоматизация маркетинга это маркетинг и эти вещи ну как бы не надо путать они синхронизируются они интегрируются обязательно потому что маркетинг он должен работать с продажами но то есть как бы говорить все это одно и то же или одно без одно может работать без другого нельзя то есть здесь все упирается в готовности компании и воле руководства внедрять все эти вещи и разбираться у них и так вернемся к этому слайду значит у нас мы их мы их группе мы их кластеризируем по степени вовлеченности и дальше в действиях мы вот присылаем то о чем я говорил изменить ответственного CRM то есть мы сообщаем об отдел продаж ответственного за например сегмент горячих все ему будут ему будут приходить оповещение о том что смотри у тебя заявка горячая пришла только горячий то есть он не занимается другими дальше можно отдельно в списке их складировать к примеру там если 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 этих покупателей нужно потом перевести в какую-то программу лояльности да и давать им после закрытия сделки какие-то там плюшки вот или запросить компанию то о чем я раньше говорил о том что цепочки могут вызывать другие цепочки вот например запросить компанию оповещение сервиса подготовки заказа это довольно таки сложные такие сценарии вот например у нас есть кейс банки там там например открытие карточки да вот такой более простой пример открытие кредитной карты и там заявка на сайт падает человек заказал виза gold к примеру и соответственно в банке там куча процессов то есть там те кто занимаются то есть те кто готовят эту карту то менеджеры и прочие и так далее то есть там три или четыре отдела до того как клиент должен прийти и забрать эту карту вот для таких сценариев здесь можно делать вот такие сложные цепочки и запрашивать например есть действия которые могут запросить цепочку которая пойдет проверить статус в сервис системе готова ли карта да или нет вот если там эти данные есть потом возвращается сюда если да то она идет дальше то есть там оповещает клиент о том что через два дня приди забери карту то есть это это очень такие сложные вещи но то есть автоматизировать можно очень многое очень многое очень много процессов но здесь все упирается в и в том даст ли вам клиент эти данные доступ к этим данным потому что есть законы есть ну куча всего то есть там барьеров которые тем более там финансовые учреждения как банки и так далее они могут не работать с компанией которые за границей и так далее то есть там оператором данных нужно быть ну нам всем это известно то есть двигаемся дальше значит а то есть это после покупки как еще и называется то есть вам нужно во первых поблагодарить покупателя о покупке плюс можно его как то там опять же зависит от процессов дожать или там предложить какой то кросселл да параллельно какую то то есть до продажи сделать либо можно поменялся рейтинг вот сейчас посмотрю у меня тут а либо можно присваивать да вот есть такая такая интересная цепочка вы присваиваете также баллы и для после закрытия сделки для чего это делается по сути вы довели клиента вы закрыли его все сделка закрыта если дальше у вас есть какие то цепочки или стратегия в компании что вы дожимаете их или дальше работаете по допродажам или там у вас какие то есть клубы для ваших покупателей да вот автомобильных холдингов там у них есть программа лояльности где дают баллы их клиентам их клиентам и они на основе этих баллов там ходят какие то сети ресторанов ну в общем это распространенная история вам всем это известно либо у вас партнерка может быть с кем то и то есть можно здесь программу лояльности на основе таких цепочек делать дальше здесь ну здесь цепочка я в принципе об этом говорил здесь опять же речь идет о том что если вам нужно дожать там или допродать и вы хотите это сделать наиболее релевантным методом да то есть здесь то есть точно попасть в время когда он доступен ему интересно это достаточно сложно узнать благодаря системе автоматизации маркетинга вы это можете узнать потому что вы отслеживаете все действия и к примеру если он открывает чат даже если он ничего там не пишет он просто открыл виджет да открыл его и что-то пытается писать или открыл и закрыл ну передумал вы это действие увидите потом а может посетить какие-то страницы или какой-то из ваших лендингов опять же можно настроить цепочку которая будет оповещать опять же зависит там какой отдел по уровню там сложности обработки и так далее но мы об этом раньше говорили и сообщать им что смотри Александр там Давыдов который оставлял заявку там два квартала назад сейчас на сайте смотрит это звони нажимай то есть можно опять запрограммировать менеджеру задачу чего он должен сделать это очень такие полезные вещи не везде они работают то есть опять же здесь надо смотреть куда вы внедряет эту систему то есть 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 бизнесы которые покупают например систему автоматизации маркетинга только для того чтобы там заранее запрограммировать массовые рассылки раз в квартал да они это хотят сделать один раз и полгода этим не заниматься то есть у них к примеру там подрядчик очень дорогой или у них на аутсорсе там это все очень дорого они покупают оптимизацию маркетинга это в разы там дешевле даже если взять вот например нашу монетизацию вы зайдете после после лекции посмотрите цены можно легко сравнить с студиями или там особенно в москве там цены очень высокие поэтому люди зачастую даже не думают о том чтобы автоматизировать как-то очень глубоко с очень многими цепочками они берут это для элементарных для элементарных каких-то нужд то есть там они например хотят отслеживать видеть общую аналитику то есть внутри они хотят видеть аналитику они хотят отправлять массовые какие-то рассылки и они хотят по возможности видеть куда ходят люди то есть им это важно чтобы они понимали что им там переделать на сайте или там добавить какой-то оффер или может быть даже что-то в дизайне поменять то есть здесь разные задачи есть реанимация возврат покупателей ну здесь цепочка на этом этапе отвечает за отвечает за реанимацию тех кто у вас например из воронки выпал да по той или иной причине менеджер там не справился или или сказали не актуально перезвоните через несколько месяцев и так далее то есть разные бывают случаи опять же вы сегментируете вы задаете условия что сегменты являются владельцы из такого-то региона которые приобретали в таком-то квартале находятся в программе вот видите здесь есть находится в программе слабоактивные то о чем мы раньше говорили то есть добавляется фильтр куда входят входят те кто кто является по баллам активность слабоактивным их нужно дожимать здесь вот здесь получается если возврат ну правильно да здесь они уже владельцы но то есть здесь может быть они что-то не заказали да или 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 может быть по-другому они заказали оставили заявку но не пришли не забрали да автомобиль или там то есть как бы отказались ушли к конкуренту вот такие сегменты то есть можно реанимировать там возвращать предлагать им какие-то акции и так далее то есть можно на этом играть на основе этих данных ну и удержание клиентов это в принципе понятный этап здесь в основном идет речь про программу лояльности когда вы за определенные то есть там за ну за определенные покупки ваших покупателей даете им определенные какие-то баллы или там приглашения куда-то или вип-карты и так далее дальше с ними работаете так это скриншот самой платформы но я вам похожу ее вживую вот про кстати да вот слайд о котором мы говорили что в случае индивидуальной работы с каждым клиентом каждым в нашем понимании это средне-крупная организация то есть если у нас к примеру клиент приходит к нам с человеком там 100-200 долларов в месяц ну понятно что нам не выгодно брать его именно делать под него какие-то специальные доработки и так далее разве что если он согласен там прописать дорожную карту и за это платить отдельно но опять же как правило если клиент платит если у клиента чек 200 долларов то вряд ли он будет платить там тысячу и две за еще какие-то доработки он хочет уже готовые вещи внутри поэтому здесь в контексте вот сегодняшнего кейса тротлинг да я сейчас объясню в контексте сегодняшнего курса у нас вот есть автомобильный холдинг они достаточно там очень и требовательные и большие там куча брендов и задач то есть мы откровенно говоря то что имеем сейчас в негрейде для них это это достаточно но они хотят очень много всего поэтому вот с левой стороны у нас текущий функционал то что мы им предлагаем в контексте коммерческого предложения справа это то что о чем мы договариваемся внедрять дальше ну там в ходе долгосрочного пилотирования это может быть полгода год тротлинг значит тротлинг это если говорить проще то это когда у вас в отделах в отделе продаж есть наплыв заказов и вы с ним не справляетесь да вот я об этом раньше говорил вы себе не справляетесь ваши менеджеры и ваши менеджеры не справляются поэтому тротлинг это такая система которая ограничивает ограничивают вот эти оповещения вашим менеджерам вы ставите интервал раз в час все то есть вы знаете что у вас в компании есть процесс в который заложено что вы за час обрабатываете заявку все значит вы в тротлинге ставите час жди потом следующий потом следующий ну это такая сложная штука для вот вот как раз это может быть для банков а скоринг значит скоринг скоринг я говорил раньше это баллы за действие активности ваших покупателей или лидов да то есть покупатель это существующие лиды это потенциально это когда вы их оцениваете вот все данные которые мы собираем вы оцениваете их баллы и они собираются накапливаются а дальше я вот рассказывал как вы на основе этих баллов ставите например вот категория 100 баллов значит горячий да и вы их отдельно ставите горячий все они уходят там по другой цепочке в отдел продаж к вашим там супер специалистам которые умеют дожимать закрывать горячих или там слабоактивных вот я тоже раньше показывал в предыдущих слайдах вы их отправлять например в колл-центр да ну зачем вам там чтобы ваши там супер специалисты их у вас как правило мало занимались там непонятно чем то есть если человек у человека сомнительное то есть там сомнительный интерес к вашему к вашей услуге вы отправляете их в какой-то колл-центр да ну там в отдел звонарей они там звонят там то есть как бы и пока пока то есть эти пока эти же вот лиды да например не приобретут еще количество баллов они это все динамически приобретают в один раз заложили и все то есть система даже сама работает и вы сами то есть сегмент вот этой горячей он сам будет пополняться на луне как только там кто-то новый появился раз оповещалка то есть ваш отдел по обработке с горячим все они ими занимаются и там дальше свои да какие-то процессы вот значит ну и команда пилотирования здесь здесь просто нужно понимать такую вещь что такие вещи такие системы как автонизация маркетинга они довольно сложные и в понимании и в использовании но плюс в том что такие компании как мы например мы занимаемся индивидуально у нас есть специальный пакет к примеру мы там берем на себя все это построение опять же я вот говорил про построение проектов внедрения то есть мы пишем его мы вам показываем сценарий то есть анализируем ваш бизнес смотрим понятно что бизнес процесса все не поймем сразу но у нас есть определенные кейсы свои мы там показываем то есть сценарий вы выбираете и дальше это как бы работает наша команда то есть здесь есть случаи когда мы можем взяться полностью за все то есть там у нас даже есть люди которые с контентом занимаются оформляют каналы ну сообщения да цепочки выстраивают согласно тем сценариям которые мы согласовали с вами то есть здесь полностью это все берется и мы именно так работаем потому что я вот ранее говорил что ну к сожалению вот здесь вот у нас в советском пространстве здесь такие системы очень тяжело воспринимаются то есть там очень много усилий уходит на то чтобы клиенту объяснить что это и так далее и так далее тем более дожать его до определенного чека вот и поэтому таких систем немного если вы посмотрите в россии ну там может быть их 5 наберется от силы и то многие из них уже выходят на западные рынки потому что здесь рынок еще сыроват хотя CRM они по полной программе сейчас везде используются но автоматизация маркетинга еще не не понимается в том плане вот она не различается то что я раньше говорил что CRM это продажа это здесь стоит CRM все им больше ничего не надо они там платят туда кучу денег и пользуются там кучу непонятным функционалом потому что если взять не буду говорить название CRM вы прекрасно знаете есть есть такие CRM ты просто заходишь тебе хочется платить вот поэтому вот да и как бы это же все это же все взаимосвязано ваш сотрудник приходит вы на него грузите все это он соответственно все это обучает изучает потом требует у вас большую зарплату и так далее и так далее то есть чем больше функции хаоса в системах которые вы пользуетесь тем это накладывает больше это сдержит наш бизнес поэтому на западе в том же там это все используется отдельно то есть там есть понятие CRM автоматизация маркетинг плюс там какие то сервисы для поддержки ну вот эти вот Zendesk и так далее о поэтому здесь это пока какая тема сырая очень крутая очень полезная но очень тяжело то есть мы пока поэтому и фокусируемся на довольно крупных клиентов мы ходим делаем презентации в тот же филиал газпрома недавно ходили и там предлагали сейчас вот согласовываем коммерческое предложение с ними ну понятно что это длится там около года все и можно в принципе работать и у нас есть около двухста компаний в базе мы я не скажу что они все крупные и там мега богатые но но мы ими не занимаемся так как я вам показал сейчас вот в этом данном проекте внедрения поэтому нужно смотреть изучать обязательно заходите на сайт там у нас мы кстати сегодня выложили новую обновленную версию там есть все что угодно документация даже если у вас есть время на досуге там читать ебуки переведенные на русский язык без проблем заходите читайте ознакомьтесь просто просто знать о таких системах и уметь ими пользоваться это уже вот я обещал отвечать на вопросы и обещал показать систему давайте я вам сначала покажу систему как она вообще выглядит вот так сейчас мне уже включить экран показы крыла начать показы крым так мой экран виден кто-то плюсик пока нет у меня пишет штор показывается все отлично значит вот это же компания это тестовый аккаунт мы уже внутри платформы значит здесь начну наверное с верхнего меню значит первое есть быстрый старт значит здесь есть шаги с индикаторами то что вам нужно делать например вот импортируйте контакты если у вас есть существующие создавайте наканальные сообщения подключите к своему сайту здесь вот идет речь о трекинге вы подключаете все активности автоматизируйте коммуникации это вот цепочки и автоворонки и аналитика ну и соответственно ваша стоимость вашей подписки значит и тут есть кнопочки на чат вы переходите и там дальше совершаете эти действия дальше индикаторы меняются если у вас все хорошо значит здесь поиск лидов ну или покупателей будем говорить значит здесь вы пишите например ну здесь демо аккаунт скорее всего здесь ничего нет вот и иногда ищется лид по нему открывается сейчас я открою там тестовый посмотрим профиль быстрый слайд настройки трекинг код вот он здесь его можно скопировать сразу вставлять вставляется трекинг коды очень быстро там достаточно IT отдела за час все это вставить дальше у нас есть дешборд панель управления да здесь нет цифр потому что это демо аккаунт он не привязан к чему значит вот есть динамика посещений по сути это данные которые вы можете и google analytics взять но в этом то и суть централизации усилий вашего маркетинга в том что вы все имели в одном месте поэтому у нас эта аналитика присутствует наши нативные вот дальше у нас по правой стороне последние лиды это те кто сейчас там на сайте что-то делают заполняют и так далее последние текущая активность ну это текущая активность по разным да покупателям общая воронка ну это считается значит вот эти первые два этапа это этапы маркетинговые маркетинговые этапы нижние это из вашего CRM то есть изначально когда вы начинаете работать у вас без подключения к CRM у вас отображаются только первые два этапа как только вы подключаете CRM то есть там эти этапы синхронизируются и вы видите сквозную аналитику по ней а дальше вот например лид открываем лида как это выглядит его то о чем я говорил единый профиль где все активности и данные значит название компании да должность ну в зависимости что вы будете отслеживать вот баллы вот скоринг у нас называется рейтинг кстати не знаю почему номер телефона понятно сайт понятно то есть по сути это личные его основные данные эти данные довольно тяжело достать именно из открытых сорсов откуда откуда мы обогащаем эти профили но это в основном данные которые вы через свои форумы там конвертируете получаете тип источника ну понятно через что он сконвертировался и стал видом email имя значит здесь последняя история активности что он смотрит с каких устройств какая операционная система устройства да вплоть до устройства есть какие страницы какого числа тип действия ну и полный профиль здесь имеется ввиду что здесь страна регион то есть это геоданные это не грейт сам фиксирует сам видит страница входа откуда он пришел и так далее вот из гугла видно да в общем вот так причем да я забыл показать вот здесь есть если мы хотим какие-то совершить действия по отношению к конкретному лиду тут можно сразу же добавить сек или там исключить или рейтинг вручную кинуть например если менеджер там вопреки какой-то цепочке да то есть не работает по цепочке не грейтинг а сам как-то там да ну он может зайти присвоить зал вручную удалить дальше конструктором мы его называем здесь у нас создаются именно сообщения да здесь у нас письмо и форма смски у нас появляются после того как происходит интеграция с провайдером твиле то есть у нас наш провайдер смс это система твиле международная потому что мы планируем работать по нескольких странах но опять же если есть у клиента какой-то свой шлюз или он там работает по договору с каким-то местным оператором можно этот шлюз подключить не проблема а создаются вот письма да есть есть шаблоны к примеру как это происходит создается письмо название тест продолжаем здесь тема письма причем это создаются автоматизированные письма которые будут постоянно отправляться по какой-то по какой-то цепочке по каким-то условиям поэтому здесь то есть обычно задают общие какие-то адреса с которых так и здесь есть текстовая либо HTML если у вас есть готовый шаблон либо конструктор конструктор вы выбираете шаблон достаточно гибкие простые есть понимание шаблона создается письмо дальше здесь все как обычно все удобно просто есть предусмотр конструктор и персонализированные есть поля то есть например если вот здесь вам нужно привет и вам хотя нет не вам писать нам надо так сейчас вот у нас стоит динамическое поле вот есть вот такая раскладушка у нас и персонализация называется и тут есть вот ну здесь базовые поля потому что демо аккаунт вот по сути здесь все данные которые у вас есть которые вы погружаете вы можете эти поля использовать в качестве персонализации да и как я говорил раньше там персонализировать письма даже вашим менеджерам или вашим покупателям по там по различным критериям так это мы посмотрели значит дальше механизм автоматизации непосредственно вот фундаментальный механизм находится здесь есть такие понятия у нас как компания программа если коротко то компания это это автоматизированная цепочка то есть где может быть и триггеры сегменты действия программа это и есть автоворонки имейл программа это массовые рассылки например если вам нужно их отправить раз в квартал определенному сегменту там определенного числа и времени определенному сегменту покупателей цепочки вот они примерно выглядят так да у меня экран просто маленький поэтому может выглядеть немножко так наверное вот автоворонка состоящая из четырех цепочек внутри ничего нет поэтому мы не увидим вот сейчас я найду какую-то цепочку где содержит что-то вот значит обзор вкладка здесь мы смотрим с чем она состоит значит триггеры при желтым этап сегменты действия вот как это устраивается есть триггеры вкладка триггер вот все триггеры по категориям то есть по категориям действий то, о чем я говорил их очень много поэтому здесь можно автонизировать все что угодно по emailу сколько триггеров по веб-сайту сколько триггеров списки триггеры программы и так далее То есть это за исключением тех триггеров, которые там еще прибавятся, если вы подключите дополнительную сервис-систему. Сегмент, по сути, тоже самое, на основе данных, только это уже сегментация. Здесь есть и фильтры, и условия, которые можно добавлять к фильтру, то есть усложнять, если вы в задаче, и есть логика. То есть если нужно задать логику, например, и город, и рейтинг, или город, или рейтинг. То есть там можно играться со своими вещами. Вот действия, вот они, действия. Тут даже их больше, чем в моей презентации. Можно будет зайти и это все посмотреть. Ну и компания получается у нас, как мы ее называем, компания, цепочка у нас триггерная, поэтому, то есть если стоит каждый раз, то считает триггерная. То есть она каждый раз реагирует на действия по такому условию. Да, перешел в другой этап. Если мы поставим единожды, она поменяет режим, то есть там на... То есть один раз будет выполняться. Вот примерно так это все происходит. Дальше у нас что здесь есть? Сегменты и списки. Ну это понятно, да? Они создаются здесь, а дальше можно использовать там. Или же можно прямо в цепочке их создавать. Ну здесь вы просто берете, сегмент. Ну например, можно отцепить, да? Цепляете. Создаете. Паново. Создаете или там выбираете существующий, да? Вот хендай, там так, с иной, и так далее. Ну а там же самое с списками. Списки, они в основном используются для импорта. Ну, например, если у вас там есть... Многие же у нас по старинке хранят данные где-то в старых файлах. Вот они заходят у нас в списки и импортируют. Плюс можно экспортировать, если вам там отчетность нужна. Аналитика у нас в принципе все, что нужно, если говорить про базовую аналитику. Причем есть крутая очень фишка под активность на сайте, да? Мы видим по конкретному человеку, по конкретному лиду, мы видим его действие. И его историю, то есть аналитику. Компания, количество просмотров, посткуда, что, с какой страницы, на диаграмму. Дальше можно в разрезе временного промежутка. Дальше можно добавить... Вот у нас крутая штука, что мы можем добавить сегмент. К любой аналитике мы добавляем сегмент. И получается, что все, что находится здесь, можно сегментировать, да? Опять же. И то есть по вот этим условиям вы можете отчетность дробить очень... То есть очень и очень сильно. То есть если вам там нужно... Все, кто заходил, например, с Фейсбука, да? Все в раз, пересвоили сегмент, получили отчет, вытащили его. Воронка. Воронка общая и также. Здесь есть сегменты, которые предназначаются. Дальше в повороте вы смотрите только в контексте того количества, которого вы отсегментировали. История сделки здесь нет, потому что демо-аккаунт. Хотя должна быть одна демо-сделка. Наверное, удалили. Вот. История сделки здесь, она тянется из CRM-системы. Причем, если там сделка, она всего тянется и показывает все, что было до сделки, да? Ну, то есть такая ретроспектива, становление, то есть леда покупателя, да? И вы видите все действия, которые были у того, как он стал клиент. Рост базы ледов, ну, это понятно, да? То есть это общий, опять же, и сегмент. И эффективность программ. Это автоворонки. Здесь, здесь... Так, здесь что-то есть. Ну, они пустые, потому что они не работают. Да, по ним не идут никакие еще действия. Вот. Они отображаются, например, если вы берете две, да? Их можно скомпоновать и сравнивать, да? Например, это с этой. Ну, вот так вот. Так, я останавливаю. Это, Елизавета, кстати, еще не насыщена. Вы не видели системы. К примеру, есть такие системы, они флагманы вообще на Западе, ну, мировые такие гиганты. Это Маркетто, Хабспот. Мы ближе по... Вообще по парадигме, по модели. Это к Маркетто. То есть они тоже B2B с уклоном. Вот Хабспот, вот если откроете, посмотрите, ну, там просто вот не меньше года внедрения. Ну, очень такая насыщенная система. Мы как раз, что мы сделали базовый функционал и просто дальше работаем по индивидуально с клиентами, по дополнительным каким-то разработкам. То есть это то, что вы видите в платформе, это достаточно все просто и легко. Причем, если вы заметили, в платформе... Да, вы сможете зайти, там, 14 дней у нас trial. За 14 дней можно вполне посмотреть все видеоуроки. Там у нас их не много, у нас их 10, по-моему, видеоуроков. Причем такие очень простые, то есть там, нажми сюда, сделай это. Вы просто берете и повторяете все, что делает наш человек в видеоуроке. И вы все поймете, ничего сложного нет. Сложно начинается тогда, когда у вас есть задача, вот, да, вот то, что я показывал. Какие-то сценарии там очень сложные настраивать, там у вас процессы сложные... Ну, в этом случае вы обращаетесь к нам. То есть, как бы, такие системы в одиночку ставить, это сложновато. Для этого у вас должен быть какой-то сотрудник компании, например, которая раньше там, или, может, у него был опыт работы там в таких там системах. Даже если вы там на российском рынке, там есть же CaratQuest, Convit, еще, по-моему, 2-3 системы, я не помню. Вот мы примерно... Нельзя сказать, что мы конкурируем с CaratQuest, потому что они именно заточены под e-commerce. У них там, они начинали как генификация и как чаты, и ушли в автоматизацию. То есть, у них там парадигма другая. Причем, если вы посмотрите модель монетизации у нас, у них, получается, на трафике, у нас на контактах. И тут очень большая разница, потому что вообще, по сути, такие системы автоматизации маркетинга, они, если говорить вообще по B2B направлению, там они по контактам во всем мире работают. По трафику это, ну, это может быть разный исход. Может быть, там спекулятивная модель, может быть, отражаться в том, что, к примеру, вы нагнали трафт на свой сайт, да, купили там, вложили кучу денег и усилий в маркетинг, и у вас хороший трафик. Ну, с какой, кстати, вдруг вы должны платить компанию автоматизации маркетинга за тот прав, который им не принадлежит, да. Поэтому здесь работается по конкретной единице, по лиду, или, ну, как он там называется, контакт еще. Поэтому, когда вы будете выбирать такие системы, если будут, всегда смотрите, вот, на основе чего формируется цена, есть ли команда, которая сопровождает, будет вас. Обычно это все обозначено на странице ЦЕН, то есть там внизу, где-то надо это все искать, читать. У нас это все прописано. Все. У меня все. Я сейчас подниму наверх чат, посмотрю, какие были вопросы, если были. Так, Егор Русецкий. А сколько человек минимум в компании должно быть при работе с CRM? Ну, CRM это, конечно, не наша история, но я могу сказать из того опыта, что у меня есть, зависит, конечно, от объемов работы в компании. Ну, может и один человек справляться с CRM, но кто этот человек? То есть он продажник? Или он кто? Или он просто системный админ, который поддерживает CRM? Если мы говорим про продажников, то это все зависит от объемов наплыва заявок в вашу компанию. Длительности, цикл продажи, да, например, если у вас там длительный цикл продажи, то, о чем я говорил в начале презентации, там у людей, где тянется там закрытие сделки до полгода, там, да, там как бы маркетинг должен быть сильный. Потому что дело в том, что, хотя нет, наоборот, продажники должны быть сильные, потому что, ну, поток-то небольшой, если у тебя там дорогая какая-то продукция, но продажники должны быть сильнее, чтобы их закрывать. И наоборот, то есть в любом случае маркетинги и продажи, они должны работать совместно. То есть вот у нас на сайте, если вы заявите, внизу есть, там прямо написано, что для маркетинга, что для продажи. Там написано, для маркетинга поможет сфокусироваться на вот создании вот таких цепочек и убрать рутину, да, заниматься то, чем вы должны заниматься. Там, достижение цели маркетинга. А продажа, это дает то, что вы, то, что вы предоставляете вот этих готовых, в кавычках, с готовым интересом к покупке покупателей в ваш отдел продажи. Вот то, о чем я говорил, да, горячие, негорячие и так далее. Вот. Это упрощает в разы работу вашего отдела маркетинга. Тем более, если там, если там стоимость вашей услуги или товара высокая, да, то есть там приходится, там подход немножко другой. В B2B там другая немножко история, продается по-другому. Так, 1С, 1С я отвечал. Скорингом отвечал. Все, если у вас нет больше вопросов, Олег. Хорошо, вы можете, в принципе, всегда написать нам на почту. Презентация у вас останется, сайт есть. В любой момент заходите, там есть английская и русская версия. Обращайтесь.